Здравствуйте дамы и господа! Мы продолжаем рубрику эксклюзив на канале Mr.BestAndroid и предлагаем вашему вниманию обзор нового телефона. Это копия Virtu Signature As Design. Все высококачественные копии Virtu, в том числе Signature As Design, поставляются в таких фирменных деревянных коробках с металлическим креплением, крышки. Очень качественные, и они обшиты таким вот приятным материалом под бумагу и с серебряным тиснением Virtu и с его логотипом. Открывается коробка таким образом, и в данном видео представлен телефон в золотом цвете. Также мы видим на внутренней части бархатную отделку и тиснение Virtu. В отдельном такой вкладочке сам телефон, к нему вернемся чуть-чуть попозже. Здесь вы найдете инструкцию Virtu. Это инструкция на английском языке, подробная информация о самом телефоне, в том числе есть и на китайском языке, что менее полезно. Далее в комплекте вы найдете блок питания на нашей розетке, дополнительный аккумулятор Virtu, но на самом деле это Nokia BL5C аккумулятор, то есть от Nokia подойдет спокойно сюда без проблем аккумулятор. Также вы найдете USB кабель для подключения телефона к компьютеру, и он же служит для зарядки, то есть он универсальный. Здесь стандартный разъемчик microUSB, таким вот образом. И идет в комплекте гарнитура, сериал гарнитура с микрофоном и с кнопочкой управления. Самое обычное, на самом деле не очень хорошего качества, это что касается конкретно гарнитуры. Больше ничего в коробочке нет, видите красные вставочки, не знаю, что второй аккумулятор, он такой же, как и первый. И таким образом выглядит комплектация этого телефона. А теперь я перейду к обзору самого телефона Virtu Signature Resdesign, точнее это копия в золотом цвете. На передней панели телефона мы видим золотую отделку, это металл. В верхней части есть керамическая стеклянная вставка, внутри которой встроен индикатор, который уведомляет о входящих и пропущенных звонках, а также смс-сообщениях. И здесь же у нас расположен внутренний динамик. Ниже дисплей V-образной формы с отделкой под сафировое стекло, он имеет синеватый оттенок. Это отличает также более качественные копии от дешевых. Здесь представлен дисплей диагональю 2,2 дюйма. И вы видите, что верхняя часть и нижняя часть, она сделана под буковку V под логотип Virtu. Ниже располагается блок клавиатуры. Каждая линия клавиатуры выделена. Также вы найдете небольшое разделение металлическое в золотом цвете между кнопочками. Они удобно нажимаются за счет того, что они выпуклые над общей поверхностью телефона, и вы никогда не промажете мимо нужной клавиши. В верхней части располагается блок управления, это джойстик четырехпозиционный. Кнопочка приема или выбора, две контекстные кнопки и кнопка приема звонка, а также отбоя. А если приглядеться, каждый из них также имеет свою отделку. Например, кнопочка правая контекстного меню вверху имеет такую вот вставочку золотую. Это касается всех четырех кнопок. В принципе, на передней панели это все по функционалу. Стоит отметить, что здесь используется не покрытие, а именно металл такого золотого цвета, который не сотрется. И кнопочки выделяются, они более такие, что ли, ближе к светло-желтому, в отличие от основного корпуса. Что касается верхней части телефона, здесь расположена кнопка включения-выключения, а также специальная кассета, доступ к которой осуществляется вот этим вот рычажком. Это специальная у нас кассетка, куда вставляется сим-карта. И, пожалуйста, таким вот образом закрывается. Справа, кроме вот этого рычажка, вы найдете качельку регулировки громкости. И, в принципе, больше никакого функционала нет. Единственное, что три вот таких вот болтика, на которых держится боковая панель. Каждый болтик, это он вкручен вручную, это не муляж, это настоящие вот золотые такие болтики. Справа вы найдете разъем microUSB. Он служит для подключения гарнитуры, подключения телефона к компьютеру, его зарядки. И также кнопочка консьерж. Внизу нет никакого функционала. Единственное, что здесь начинается вставка из кожи, которая продолжается у нас и на заднюю часть телефона, и также несколько болтов крепления. Что касается задней части телефона, она тоже имеет очень интересную форму и структуру. В верхней части есть кожаная вставка черного цвета, дальше идет такая металлическая часть. И посередине на четырех болтиках держится вставка с гравировкой названия Vertu. Есть логотип Vertu. Также подписан номер модели. И здесь же находится специальное такое крепление устройства ключик для доступа к задней крышке, к внутренностям телефона. Сама задняя крышка также у нас отделана кожей. Посередине есть небольшое такое тестение и шесть золотых болтиков. Задняя крышка открывается таким образом, то есть надо провернуть вот этот вот ключик и снять крышечку. Сама крышка выполнена из металла, как вы видите. Причем также очень много из болтиков, креплений и специальный вот такой зажим для аккумулятора. Под задней крышкой уже идут различные маркировки, гравировки касательно этого телефона. Написано, что он сделан в UK, United Kingdom, Объединенном Королевстве, но это на самом деле неправда. Он сделан в Китае, но это опять же очень качественная копия. Таким образом сюда вставляется аккумулятор и закрывается задняя крышка, защелкивается. Включается телефон клавишей вверху. Надо ее просто немножко подержать. И идет логотип Vertu компании. И включение. Здесь идет сейчас, это первое включение телефона. И, как вы видите, здесь стоит английский язык. Но мы очень просто зайдем в настройки телефона, Font Settings, Language и выберем русский язык. Здесь он полноценный, причем в том числе и ввод на русском языке возможен, и введение телефонной книги также на русском языке возможно. Из основных разделов меню телефона вы найдете телефонную книгу, сообщения, центры вызовов, календарь, мультимедиа, установки, будильник, службы и органайзер. В принципе, это все стандартные настройки. Очень похожий меню на Nokia. В принципе, это достаточно классическая такая привычная уже раскладка касательно меню плиточная. У всех телефонов моноблоков. В целом, даже в включенном, выключенном состоянии телефон выглядит просто супер. Сравнивали мы этот телефон с более дешевыми. Конечно, отличия большие, в том числе и телефоны, которые идут на две сим-карточки. Это вообще просто подобие Signage Res Design. Это телефончик наиболее приближенный. Он у вас не сотрется, будет хорошо, практично носиться. И действительно придаст солидности. Это телефон для людей, которым не нужны современные смартфоны, которым нужно хорошее средство связи, плюс отличный аксессуар. Также хочется отметить качественные материалы, начиная от этой стеклянной вставки, которая закрывает у нас внутренний динамик, заканчивая кожей. И, конечно же, сталь, металлический золотой цвет. То есть, к несомненным плюсам телефона можно отнести сборку, качество, отказоустойчивость. Здесь стоит плата Mediatek. То есть, это хорошее качество связи. Долго достаточно он будет держать аккумулятор. Хорошее просто внимание к деталям. Из минусов я бы отметил единственный такой нюанс. Это вот этот, конечно, ключик, такой механизм открытия крышечки задней. Есть к нему небольшие претензии, связанные с тем, что если его так вот перевернуть, вот этот ключик, он немножко отпадает. Ну, в принципе, это решаемый вопрос. В принципе, если его хорошо подника все время вставлять, то он не будет выпадать. Таким образом, этот вопрос решается. Ну, а в целом, оценку можно этому телефону из всех реплик, сигнатура с дизайн поставить отлично. Это самая лучшая копия, которая существует на данный момент. И мы благодарим вас за просмотр видео. Также подписывайтесь на наш канал и следите за новыми обзорами. Всего вам доброго!